Всем привет! В этом видео я расскажу о 10 полезных функций мессенджера WhatsApp, с помощью которых вы сможете использовать его по максимуму. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Мессенджер WhatsApp – один из самых популярных приложений для обмен сообщениями. С его помощью общаются миллионы людей по всему миру, но при этом многие пользователи до сих пор не знают о всех возможностях данного сервиса. Я отобрал десятку самых полезных из них, которые подойдут для каждого пользователя. Итак, начнем. Первым хочу представить вам настройку видимости персональных данных. Чтобы внести изменения в эти настройки перейдите в меню Настройки – Аккаунт – Приватность. Здесь вы можете настроить видимость персональных данных, фото профиля, статуса и информация о последнем посещении. Если же вы наоборот хотите, чтобы эти сведения были скрыты от всех, просто выберите здесь пункт Никто. Для iOS идентичные настройки находятся в пункте Конфиденциальность в настройках учетной записи. Следующим будет форматирование сообщений. До сих пор еще не все пользователи знают, что текст сообщения можно выделять жирным, писать курсивом или перечеркивать. Для этого необходимо перед выделенным словом или после него поставить определенные символы. К примеру, для жирного текста нужно поставить звездочку. Для смены его на курсив – знак подчеркиваний. А для того, чтобы сделать текст перечеркнутым, можно выделить слова тильдой. В данном приложении вы можете отвечать на конкретное сообщение. К примеру, при активной переписке возможность ответа на нужное сообщение позволит избежать путаницы и недопонимания. В WhatsApp эта функция реализирована очень удобно. Вам нужно ли свайпнуть по сообщению в слева направо и оно будет прикреплено к вашему следующему посланию. Так можно точно позначить, к какому из сообщений относится ваш ответ. Еще это можно сделать, просто зажав нужное сообщение и нажав на стрелку, появившуюся в верхнем меню. Следующее, что можно сделать – это добавлять сообщение в избранное. Добавление сообщения в избранное позволит вам быстро вернуться к нему, не используя поиск по чату. Это бывает полезно, когда нужно сохранить какую-то задачу, телефон, координаты и другую важную информацию. Для того, чтобы добавить сообщение в избранное, нужно зажать нужное сообщение в переписке и выбрать кнопку с изображением звездочки. После чего оно тут же добавится в специальное меню. Чтобы перейти к сообщению на Android устройство, нужно нажать три точки в правом верхнем углу, а для iOS – через настройки WhatsApp. Следующий совет касается рассылки сообщений большому количеству пользователей. Общая рассылка особенно удобна, когда вам нужно поделиться чем-то с большим количеством пользователей, не объединяя их при этом в группу. Эта функция доступна в меню при нажатии трех точек в правом верхнем углу. Вам достаточно лишь будет отметить нужные контакты из списка и сообщение будет отправлено всем, кого вы отметите, а их ответы будут видны только вам. И следующее в нашем списке – проверка времени получения и прочтения сообщений. Далеко не все знают, что в WhatsApp можно узнать конкретное время, когда человек получил сообщение, а также когда его прочитал. Для этого зажмите нужное сообщение в чате и выберите «Инфо». На iOS после зажатия сообщения выберите в меню «Данные». Эта функция бывает очень полезна, когда вы не можете связаться с человеком и даже не знаете, получил ли он ваше послание. Однако обратите внимание, что работает это, только если пользователь не отключил отчет о прочтении в настройках приватности. Но еще один совет – настройте индивидуальные уведомления. В отличие от многих других мессенджеров, WhatsApp позволяет настроить уведомления о новых сообщениях и звонках для каждого контакта или группы в отдельности. Это позволит отключить звуковой сигнал для послания от определенного человека, а также выбрать конкретно для него какую-то мелодию. С такой опцией вы сможете узнать, кто именно вам написал, даже не посмотрев на дисплей смартфона. Для настройки откройте меню контакта или группы и перейдите к пункту «Индивидуальные уведомления». Там установите галочку «Напротив использовать», а затем отредактируйте нужные пункты. Следующим будет отключение автоматического скачивания в медиа. Отключение этой функции бывает особенно полезно в роуминге, так как ваш мобильный оператор может взимать с вас значительную плату за загрузку данных. Для отключения откройте меню «Настройки», «Данные и хранилища». Автозагрузка медиа. Здесь есть три варианта. Мобильная сеть, Wi-Fi и в роуминге. В каждом из этих пунктов снимите отметки напротив изображения, аудио и видео. Вот и все. Еще одна полезная функция – смена мобильного номера без потери данных. К примеру, вы вынуждены сменить сим-карту, но это вовсе не означает, что вам нужно заводить еще один аккаунт в отца. Все гораздо проще. Просто откройте «Настройки», «Аккаунт» и здесь выберите «Изменить номер». Подтвердите ваш старый номер, а затем введите новый. Это позволит быстро перенести все ваши группы, «Настройки» и «Информации об аккаунте». А если вы не хотите потерять ваши переписки, делайте резервное копирование данных. Для настройки данной функции откройте «Настройки», «Чаты и звонки» и выберите опцию «Резервного копирования». Здесь вы можете настроить автоматическое резервное копирование на Google Диск. В следующий раз, когда вы установите WhatsApp на любое другое устройство, вы можете просто выбрать опцию «Резервного копирования Google диска» на экране «Настройки», чтобы все ваши сообщения появились на устройстве. У всех нас время от времени возникает необходимость внести какого-нибудь пользователя в черный список. Чтобы отключить уведомления от таких пользователей, откройте «Настройки», «Аккаунт», «Приватность», «Заблокированные». Нажмите на иконку в правом верхнем углу и выведите список всех ваших контактов. Выберите из них те, которые хотите заблокировать. Теперь вы перестанете получать сообщения от этих пользователей. Как поделиться своим местоположением в WhatsApp? При отправке сообщений друзьям или родственникам вы можете добавить данные геолокации. В таком случае мессенджер перед пересылкой данных предоставит на выбор список ближайших заведений, местоположение одного из которых будет указано в отправленном сообщении. Чтобы отправить место геолокации, здесь внизу нажмите скрепку и выберите из списка мест, а затем кликните по ближайшему объекту. Если вы пользуетесь устройствами на базе Android, вы можете создавать ярлыки для популярных чатов, размещая их на главном экране устройства. Это будет полезно, к примеру, если у вас есть определенные люди, с которыми вы часто общаетесь. Как это сделать? Для начала нажмите и удерживайте в чате группу или отдельный контакт, после чего появится вкладка. Здесь выберите добавить ярлык беседы, после чего данный чат будет отображаться как фотография профиля человека на главном экране смартфона. Ну и напоследок еще один полезный совет. Защитите WhatsApp пароль. Некоторые вещи не предназначены для посторонних глаз, в частности и ваша переписка WhatsApp. И если вы знаете, что кто-нибудь из ваших друзей или членов семьи любит рыться в чужих сообщениях, то наилучшее решение защитить WhatsApp пароль. Для этого вам потребуется скачать дополнительные приложения Messenger and Chat Lock. С его помощью вы сможете задать пароль для приложений WhatsApp, Facebook, Messenger и любых других приложений для обмена сообщениями. И никто посторонний больше не сможет прочесть ваши приватные сообщения. Хочу отметить, что это далеко не все функции данного мессенджера. Я рассказал лишь о некоторых самых полезных из них, на мой взгляд. WhatsApp постоянно совершенствует и дополняет новыми функциями. Если вы хотите чем-то дополнить этот список, пишите в комментариях. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.